Кстати, есть грибы, которыми очень здорово можно сопровождать химиотерапию. То есть, когда человек классическое лечение принимает, удивительный факт, вот прием грибов, есть два грибочка, санхваны трометас, я всегда об этом говорю, и всем, кто, не дай бог, сталкивается с такими вещами, обязательно нужно это иметь в виду, но прием санхваны трометаса в три раза повышает сопротивляемость наших здоровых клеток, и в три раза усиливает восприимчивость к химиотерапии онкологических клеток. То есть, сказать, что это низковибрационные существа, и они плохие, как можно так сказать? Они спасают жизнь, то есть, фактически, они защищают здоровые клетки и помогают убивать плохие. Другое дело, что, как мы с вами уже знаем, после нашей таблицы онкологии, это не то, с чем надо бороться, то есть, это борется скорее человек с своим отчаянием, да, а бороться с онкологией, это равносильно, что бороться с самим собой, потому что любая опухоль, это порожденное сознанием, противоречие, неразрешенный какой-то психоэмоциональный конфликт, какая-то, в общем-то, сгущенная энергия, которой вы не дали выхода когда-то. Отсюда рождается онкология, то есть, законсервированная низкая вибрация, она вынуждена покидать тело через опухоль. Но создаем-то ее мы сами, то есть, она не просто так вот вдруг взялась из ниоткуда, ничего такого близко нет. То есть, все закономерно, все логично, объяснимо, понятно. Важно только иметь способность это понять и эти взаимосвязи выявить. Поэтому, когда я говорю о царстве грибов, который я очень уважаю, который я очень люблю, я могу сказать, что совмещение приема грибных препаратов и растительных, это, ну, скажем так, даже не удвоенный, это, наверное, удесятеренный эффект от применения и одних, и других. Потому что их механизмы воздействия на тело вообще не пересекаются. То есть, они совершенно идут на разных уровнях, и они великолепно дополняют друг друга. Славяне, люди, которые питались грибами, да, у нас, мне кажется, грибы, это вот особенно там грузди всякие, маслята. Мы можем найти упоминание о том, что, ну, даже в самых каких-то там источниках, которым несколько сотен лет, о том, что люди ели грибы, это была часть жизни, часть рациона, то есть люди общались с лесом, пользовались его дарами, засаливали, мариновали, там что-то делали, сушили. И сказать, что славяне низковибрационный народ, я бы не взялась, да, то есть здесь какой-то такой вот жесткой привязки я не вижу. Поэтому это часть культуры, это часть традиций и часть народной медицины, безусловно. Другое дело, что мы очень мало о них знаем. Это точно. То есть мы какие-то моменты сейчас изучаем, потому что популяционно люди очень сильно стали смещаться в сторону смертности от онкологии, и поэтому альтернативные, альтернативно мыслящие люди ищут различные пути и, естественно, натыкаются на грибы, потому что, ну, грибы снискали большую славу, чем растения в этой области.